Доброе утро, ребята! Не знаю, как у вас, а у меня именно утро. Солнце светит, птички поют. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео. Итак, друзья, продолжаем работу над нашим Лёвой. И сегодня мы, пожалуй, давайте изначально добьём нашу шапочку именно с фонами и блок сомнений тоже фон добавим, потом уже перейдём сюда. Итак, смотрите. Во-первых, где я беру фоны? Один из сайтов, на котором я беру фоны, это вот этот. Нам необходимо найти тёмный фон для нашей шапочки плюс нескольких блоков и светлый для блока сомнения. Мотаем вниз. Сайт называется Sublet Patterns. Здесь я выбираю вот Dark и здесь Light. Dark и Light. Итак, Dark. Dark у нас этот фон находится прямо здесь. Но вы, конечно же, можете выбрать любой другой фон, который находится в коллекции этого сайта. Однако, выбирая фон, будьте внимательны, чтобы он был не слишком пёстрый. То есть, ну, чтобы на нём хорошо всё было видно. Я не просто так выбрал этот фон, потому что мне он, вот, действительно на нём удобно читать. Ну, и светлый фон. Давайте я вам тоже его покажу сразу же. Так, он находится где-то в конце сайта. Давайте я на 30-ую страницу перейду. Он создавался в самом его начале. Я его уже давно мониторю, этот сайт. Вот. Вот этот фон. Называется Brushed Alom. Давайте мы нажмём Preview. Второй фон называется так, как он? Dark Sharp Ages. То есть, что ищите, если не будет на тех же самых страницах. Итак, мы нажимаем Preview. Здесь, смотрите, я пользуюсь браузером Firefox. Я не хочу скачивать архивы. Я просто правой кнопкой щёлкаю. Нажимаю «Открыть фоновое изображение» кнопкой мыши. Среднее открывается в новом окне. И просто вот эту картинку я утягиваю к себе Photoshop вот на эту чёрную полосу. То есть, чтобы она открылась в новом окне. Так, отлично. Кстати, вот саму эту картинку, когда, если вы будете верстать или передавать на верстку сайт, то, конечно же, правой кнопочкой «Сохранить изображение как». Сохраните, потом просто добавите её к своему макету. Ну, чтобы верстальщик не мучился, не вырезал фон. Далее, это закрываем. Теперь у нас на очереди чёрненький фон. Поэтому правой кнопкой жму «Открыть фоновое изображение». Соответственно, правой кнопочкой «Сохранить изображение как». Пускай оно будет. Оно у меня уже, кстати, есть. Так, и вот это мы тоже утягиваем в наш Photoshop. Так, вот такие мы плюшкины. Всё утягиваем. Так, это закрываем, закрываем. Ну, сайт, я думаю, вы уже знаете. Ссылочку, кстати, оставлю на него под видео. Хороший сайт, должен быть у каждого в наборе. Так, и теперь, что мы делаем? Вы уже знаете, что мы делаем. В принципе, файл выбираем. Так, точнее, редактирование, определить узор. И здесь, соответственно, мы ставим. Ну, давайте, грей напишем. Может, у меня такой уже есть там узор, я не помню. Сохраняемся. Так, это закрываем. И здесь, давайте, редактирование, определить узор. Напишу dark. Так. Всё, сохраняемся. Точнее, закрываемся. Теперь переходим в наш файлик. И давайте поменяем здесь значение. Так, во-первых, шапочка. Идём в слои. Ниже, что мы делаем? Так, так, так. Так, так, так. Шапка. Где у нас? Вот фон шапки вверх. Щёлкаем по этому фону. Убираем наложение цвета. Выбираем наложение узора. Здесь ставим 100%, если у вас такая же картина, как у меня. И тут выбираем наш узорчик тёмненький. Вот он. Щёлк. И, пожалуйста, получите вот такой красивый фон. Отлично. Так, теперь мотаемся вниз. Сматываемся. Вот наш блок сомнения. И ему, соответственно, прописываем фон, который серый. Так, закрываем сомнения. Вот у нас фон блока. Так, наложение узора. Опять у меня тут всё время эти 700% уже задолбало. Так, а как выставить на сотню сразу? Я уже ленюсь искать постоянно. Так, и выставляем наш серый фон, который мы недавно поставили. Жмём ОК. И в итоге получаем вот такую картину. Видите? В принципе, всё, по-моему, нормально смотрится. Надеюсь, конечно же, что вы эти 6 блоков нарисовали, дорисовали самостоятельно. В этом нет ничего такого сложного. И теперь давайте ещё кое-что с вами сделаем. Во-первых, смотрите. Мне здесь не нравится, что идут вот такие маленькие отступы. Мы давайте немножко увеличим наш блок. Вот этот вот шапочек. То есть надо будет всё сместить вниз. Но проблема в том, что нам надо будет дополнительно смещать и направляющие. Поэтому я пользуюсь немного вот при таких моментах немного по-другому. Всё это делаю. Смотрите. Я иду в изображение, иду в размер холста. Вот здесь выставляю высоту, например, 4040 пикселей. Весь сайт прижимаю к низу, нажимаю ОК. И у нас просто сверху добавляется пространство, видите, да? А всё остальное остаётся на месте. То есть и таким образом мы можем это всё дело контролировать. И теперь идём в нашу шапочку. Так. Идём в шапочку. Шапочка, где ты? Вот. И где у нас тут шапка вверх? Так. Вот она. Блок подписки. Блок низ шапки. Всё это пускай остаётся на месте. А вот шапка вверх. Давайте мы сместим лев. Так. Лайн бокс. И что тут у нас? Система власти над собой. Вот эти три слоя поднимем чуть-чуть повыше их. Вот так вот. Так. Я сделаю поменьше масштаб, чтобы мне было более наглядно смотреть на это всё дело. Так. Поднимаемся. Ну, в принципе, по-моему, так нормально. Так. В принципе, здесь всё. Теперь давайте мы перейдём в блок подписки. Так. С низом шапки. И тоже всё это дело подтянем повыше. Вот так. Пускай будет. Так. В принципе, здесь всё. Теперь мы можем приступать к созданию нового блока. Давайте мы перейдём пониже. Вот сюда. И, соответственно, вместо того, чтобы делать какой-то новый блок, точнее элементы, которые уже есть... А! Фу ты ну-то! Я уже взялся делать за блок достоинства. Так. Давайте делать вот этот тёмный блок. Итак. Что мы здесь видим? Вот у нас идёт тёмненький такой блок. Фон на нём. Давайте мы сразу его и заведём. Так. Щёлкаем. Блок. Давайте. Ну, я даже не знаю, как его назвать. Блок подписки. Давайте. Лякнем. Подписки. Ну, типа того. Так. Даже не знаю. Блин. Блок напоминалка. Давайте. Подписка, что у нас есть. Напоминания. Так. Что здесь? Выбираем, соответственно, инструмент прямоугольник. И здесь начинаем рисовать большущий прямоугольник. По высоте не стесняйтесь его применять. Потом мы всё это дело уменьшим. Соответственно, идём в слои. Сразу же вот этот самый прямоугольник мы с вами два раза щёлкаем по нём. Выбираем наложение узора. Так. Опять эти 700%. Если кто знает, отпишите в комментах, как это полечить. Так. И ставим тёмный фон. Всё. В принципе. Так. Отлично. Теперь вот на этом тёмном фоне мы можем с вами дальше художничать. Или наоборот портить сайт. Так. Давайте. Что нам отсюда надо спиперить? Это нашу обложку. Поэтому идём в шапку. Шапка вверх. Вот наш linebox. Давайте мы сделаем копию. Эту копию переместим прямо сюда. Прямоугольник 2 снова обзовём фоном. Так. Linebox копия удалим. Так. Вот. Отлично. И теперь эту самую копию мы можем спокойно, с чистой совестью, утянуть на этот блок. Давайте утягиваем. Утягиваем. Вот она у нас появилась. Так. И пускай покуда будет она тут. Так. Я выставлю так вот в ноль по горизонтали. Вот. Пускай покуда будет здесь. Замечательно. Теперь что мы делаем? Так. Я сюда лезу. Извините. Вот. Заводим новую, получается, эту, как его, надпись. И заводим забрать систему. Кнопку и таймер. Ну, в принципе, все то же самое практически, что и в шапке. Поэтому. 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 Идем в Photoshop. И первым делом делаем отступы по направляющим 80 пикселей. Давайте мы это сделаем. Так. Опаньки. Escape нажму. Минуточку. Я сделаю размер один к одному, потому что тут на мелких квадратиках очень плохо выставлять. Итак. Отступаем 80 пикселей. У нас тут 2000, иначе 2080 будет. Так. Ну, где ты? Вот. Отлично. То есть здесь мы начинаем уже рисовать наш, точнее, писать наш текст. Так. Что тут у нас есть? В принципе, наш текст мы можем, наверное, подтибрить. Подтибрить, подтибрить. Вот отсюда, да? Так. Ну, хотя напишем его заново. Тут ничего сложного нет. Давайте мы щелкнем. Так. Что тут у нас идет? Включи льва прямо сейчас. Давайте мы поручим немножко. Так. Все это есть. Ставим. Так. 72. Чтобы у нас все было видно. И пишем. Ой, как много. Слушайте. Включи. Льва. Прямо. Сейчас. Ну, вообще, это слишком маленький блок. Наверное, мы его будем увеличивать. Давайте. Так. Я тут поставлю 48. Ну, реально маленький блок. Так. Стоп. 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 Что я тут наделал? Вот. Давайте мы этот текстовый блок растянем до сюда. Так. Вот. Вот. То есть, мы просто обложку сделаем поменьше и все дела. Так. Включи. Льва. Прямо сейчас. Но все равно слишком большой текст получается, как по мне. Так. Смотрим. 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 Ну, в принципе, может и нормально. Слушайте. Давайте вернемся. Позырим, что тут. Тут обложка, видите, сразу заметно меньше. Но и надпись тоже заметно меньше. Поэтому давайте мы выберем по куда инструмент перемещения и сделаем размер в 30 пикселей. Так. Light. Давайте. Regular. Хотя нет. Назад light. Мы же сделаем еще текст большим. Вот таким. И в принципе да, нормально. Нормально, нормально. Только я тут получается вот это вот помещу сюда. Вот. Отлично. Так. Включи льва прямо сейчас. Сейчас мы его включим. Только тут поставим восклицательный знак какой-нибудь ляпнем. Так. и вот этот текст давайте сделаем цветом как вот этот вот. Либо посмотрим что тут у нас выходит. В принципе нормально мне кажется. Ctrl-H нажимаю. Не, 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 не нормально. Давайте мы его выделим и сделаем желтеньким лучше. Щелк, щелк. Ну, вот так он смотрится читабельней. В принципе давайте регула поставим все-таки. Во, уже получше. Так, да блин. Блинский, блинский, блин. Так, где тут регула Enter, чтобы больше не крутилось. Отлично. Так, теперь здесь резкая в принципе нормально мне кажется. Так, что мы делаем с вами дальше? Дальше мы размещаем кнопочку забрать систему и тут ниже размещаем соответственно таймер наш. Так, возвращаемся в фотошопище. Идем в слои. Так, тут у нас блок напоминания. Выбираем инструмент прямоугольник. Здесь включаем сетку и в принципе включаем направляющий сразу. Текст у нас почти подверг направляющих выставлен. Так, давайте мы его поднимем чуточку повыше. Отставить весь блок двигать. Только текст. Так, чуточку повыше. Коробку давайте сделаем все-таки поменьше, чтобы она мне не мешала. Так, редактирование, масштабирование и сделаем размер, давайте, покуда в 40 пикселей. В 40%. Пускай, покуда она поваляется вот такой коробкой, мы посмотрим, какой у нас будет блок и в соответствии с его размерами выставим размер для нашей коробочки. Так, дальше. Дальше нам необходимо разместить форму, точнее кнопку. Щелкаем слои. Так, вот он блок напоминания и здесь начинаем рисовать кнопку. Ну, давайте мы ее сделаем вот такой где-то. Так, ну, можно и такой. Такой вот. О, нет, мне кажется, слишком она уже. Блин, дилемма, дилемма, знаете, какой же размер выставить. Так, ладно, пускай будет такой. Кто не заметил, какой размер у меня, если хотите повторять, то 380 на 70 пикселей. Смотрим. Так, забрать систему. Там у нас кнопочка. Давайте я нажму Ctrl-H пока. Здесь что мы делаем? Введем в слои. Так, пишем кнопка. Так, в нем, точнее в этой кнопке мы выставляем цвет. Так, давайте я сделаю цвет серенький какой-нибудь. Так, наложение цвета. Так, 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 лакищи. Ну, вот, такой цвет подойдет. Нажмем тень. Так, тень уже есть, но мы ее, конечно же, как обычно, сдвинем. Так, двоечка, здесь давайте четверочка, и можно даже 55%, чтобы не сильно она большая. Ну, давайте больше сделаем на тень. Вот. Так, в принципе, нормально. Дальше, дальше выбираем инструмент текст, и здесь давайте прямо так, выберем блок напоминания и тут щелкаем на сетку, ставим вот так и напишем забрать систему. Бабах, все. Так, идем в слои, два раза, а нет, символы давайте. Так, здесь выставляем цвет текста адын, адын, адын. Так вот. И, соответственно, выравниваем по центру. Все очень, очень, очень просто. Так, нет ничего сложного. Все, это я вас гипнотизирую, чтобы вы там не сомневались в своих силах. Вот, в принципе, все. Ну, единственное, что я, я все-таки, наверное, надо было мне разместить кнопку с такими углами. Бляха-муха. Как же их скругленные, вот. Поэтому, давайте выбирать инструмент прямоугольник со скругленными углами. Знаю, что вы меня хотите убить. Выбирать вот эту самую кнопку и здесь, поверх нее, мы рисуем этот самый прямоугольник. Блин, забыл вам указать вверху, вот здесь, видите, ой, куда я пришел. Там есть радиус 3 пикселя, поставьте себе. Щелкаем. Ну, или вот здесь, в окне свойства, которое появится тоже везде, поставьте 3 пикселя и будет все нормально. Так, теперь идем в слои, копируем кнопку, скопировать стиль слоя и сюда его вклеиваем. Щелк, отлично. Эту кнопку, соответственно, удаляем, а эту кнопку обзываем кнопкой. Так, вот такая магия у меня. Кто-то тут кричал, что я в фотошопе не секу, ну, так я и реально в нем не секу. Делаю, как умею, так что, думаю, вы это уже заметили. Так, ну, все, давайте мы только текст вот этот вот поставим вот сюда. Ну, по-моему, по-моему, отлично. Смотрится, если что, мы еще можем все подправить. Дальше, дальше у нас по фаренгейту таймер. Таймер, в принципе, очень похож на такой, как в шапке, только там белый текст, да. Давайте мы стырим надпись в шапке, чтобы я ее тут заново не заводил. Так, где тут наши слои? Слои, 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 шапочка. Так, система власти над собой, низ шапки, вот наш. Доступ к системе будет закрыт через мы эту надпись кому не ездим, переносим сюда, где тут, вот, опаньки. И, соответственно, эту надпись мы тянем в самый, в самый, в самый низ, покуда она у нас тут не выплывет. Где ты, надпись? Вот, вот, вот она появилась. Молодец. Надпись. Так, теперь выбираем инструмент текст и, соответственно, надпись растягиваем, как нам надо. Опаньки. Опаньки. Ну, кнопку мы еще над кнопкой поработаем. Так, теперь выбираем инструмент перемещения, символ, цвет, white. Ставим. Вот такие вот пироги, друзья. Дальше, что мы делаем? Вот этот таймер с белым фоном нам уже, в принципе, здесь не подойдет, потому что он будет на темном фоне. Поэтому показываю, как сделать таймер с темным фоном. Я на всякий случай все-таки добавлю сюда картинку таймера. В описании под видео ссылочка будет, что тырите. Либо идете на вот этот сайтик, здесь таймер, помните? Щелкаем правой кнопкой на исследовать элемент. Здесь идем в таймер, выставляем, вот тут div-class таймер, цвет самый черный на свете. Так, вот тут вот исследовать элемент, выставляем цвет самый белый на свете. Отлично. Делаете скриншот вот этого вот таймера и весь скриншот вставляете на свой PSD макет. Вот так вот. И там уже его правите, как хотите. Конечно же, я тут делать этого уже не буду. У меня тут все готово, поэтому тянем таймер сюда. Так, и помещаем. Фиг его с ним, замена, экран, бляха-муха. Вот так вот. Пускай будет такой. Мне он так вот сильно нравится. Понятно? И попрошу по этому поводу меня не критиковать. Включаем сеточку, выравниваем кнопочку забрать систему и кнопочку и наш таймер. То есть, смотрим, что тут у нас. с этой стороны 80 пикселей ширина идет, с этой стороны 80. Слушайте, я еще и ровно поместил. Так, тут давайте посмотрим, что у нас. Так, с этой стороны так, 120, а с этой стороны 120. О, так, слушайте, я еще очень даже очень ровный человек. Ладно, давайте теперь идем в слои и все это повыравниваем относительно друг друга. Во-первых, кнопка забрать систему. Мы ее поднимаем соответственно вверх. Ну, давайте вот так вот, чтобы там 20 оставалось. Ну, то есть, тут должно быть, как мне кажется, все сбито в кучку. Так будет правильно. Так, затем доступ к системе и ключи льва. Нет, стоп, таймер. Мы мотаем самый верх. Так, ну, здесь, в принципе, можно вот такие отступы сделать по 30 пикселей. Смотрим. Во, нормально. Так, ну, и, соответственно, сама обложка Linebox, мы ее поднимаем повыше, выше, выше, выше. Так, и то она вот тут слишком сильно не влазит. Давайте мы ее вот тут поднимем. То есть, эта обложка вообще будет как типа фона у нас предназначена, поэтому она может быть повыше. Так, ну, что нормально. так, нормально. Включаем сетку, тянем направляющую так, сюда, вот тут у нас все заканчивается. Так, и 80 пикселей вниз. Einzwein, Drain, Firm, дальше я не помню, как там по-немецки. Так, две 350 плюс 80, две 430. вот, все. То есть, наш идет, как его, фон вот до сюда, а дальше начинается новый блок. Поэтому мы идем в слои, выбираем наш фон. Здесь идем в редактирование, трансформирование и масштабирование. Пляси. Вот, отлично. дальше идем сюда и тянем все это дело вверх, 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 да, вот это направляющие. Все, люди, покеда. Встретимся уже в следующем занятии.